добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава и мор продолжаем говорить о коинах что коин не может есть вернее в каком состоянии он не может есть труму трума что такое трума от урожая отделяется часть которая идет коину то есть это где-то около полтора процента от урожая идет коину если трума отделена вот тогда когда все уже выполнено только тогда коин может ее есть если нет и есть нельзя коин должен быть в ритуально чистом состоянии то есть если он дотронулся до чего-то мертвого или похоронил человека я тронулся до животного стал нечистым то он должен выдержать все дни очистить так это положено и тогда может есть если он будет есть в состоянии тумы нечистоты то он наказывается и наши мудрецы пишут наказывается смертью по воле небес судово не приговаривают но по воле небес с ним что-то может случиться не может есть примеру дочь коина которая родилась от запрещенного брака то есть он женился на женщине которая не соответствует тем критериям на которых коин обязан смотреть перед тем как жениться то есть это уже или девственница в крайнем случае вдова и если он женится на другой женщине то тогда дочь которая родилась допустим у него она не может есть из святых приношений который отец принесет из службы в храме то есть она не может есть и вот такие категории людей не могут есть допустим если дочка коина вышла замуж вышла замуж не за коина за простого человека то тогда эта дочка есть тоже из святых приношений не может но если не дай бог она овдовела случилось несчастье в общем и у нее детей нет то она может прийти в дом отца и есть из святых приношений допустим допустим у коина работает еврей другой он принес из святых приношений домой еду но не имеет права ему дать из этих продуктов это дать не может из святых но если у него есть раб который его собственность на нейский раб то без проблем он может есть потому что это его собственность он может есть из святых приношений то есть вот такие вот законы очень интересную вещь приводит медраж человек служил в храме достойно все у него было и был он человеком небедным богатым был он кормил свой скот из святых приношений он считал что этим зерном можно кормить скот и так было не один день потом случился пожар и у него сгорело имущество и сгорел у него скот потерял скот все имущество то есть все его все что у него было сгорело он не понимает что происходит он приходит к мудрецам и говорит за что что я сделал они долго думали и они говорят мы не знаем долго думал я все выполнял я то 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 и выполнял и потом он сам сказал что он кормил скот из святых приношений тогда мудрецы в один голос сказали что ты же это делать не мог это же святые приношения ты не мог так поступать из-за этого эта беда с тобой случилась он говорит я ничего не нарушил я же знал что по закону торы это можно они говорят можно только допустим теми сортами пшеницы грубых сортов которые можно специально отделять для скота но ты видно давал тончайшие зелье из тончайшей муки которая не идет скоту в пищу и вот этим ты сделал нарушение то человек достойно жил но из-за того что недостаточно хорошо знал законы торы с ним такое несчастье случилось и поэтому тора говорит нам что мы должны тщательно изучать законы чтобы не попадать в такие ситуации потому что из-за нашей безграмотности может случиться такое но человек который живучий тору он намного больше защищен от таких ситуаций вот чего я нам всем желаю чтобы мы досконально старались понимать законы это очень важно и тогда у нас будет меньше таких ситуаций как случилось у этого человека а на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем браха парнасакова нам мазал то что мы это время не грешили учили тору всем желаю крепчайшего здоровья пусть срочно закончится эта страшная война и молимся за местный список людей которые просят за них молиться читать тору и до следующих встреч надеюсь остается завтра в 15 часов шалом и с и они и и и и и Продолжение следует...